Рядом с нами присутствует Кирилл Евгеньевич Мемлен, один из лидеров НПСР. У меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, что происходит на сегодняшний день в России? У нас медицинский или политический коронавирус? Можно употребить такое слово, как тирановирус. Конечно, это политический термин, потому что те даже статистические параметры по количеству заболевших, они никак не могут быть названы ни эпидемией, ни тем более пандемией. Потому что в России на сегодня официально зарегистрировано менее 700 заболевших. То есть это даже не то, что эпидемия. Это вот в одном районе Москвы, если такое количество заболевших ОРВИ, это и то не поднимается вопросов. То, что происходит, это просто манипуляция цифрами, манипуляция общественным настроением с точки зрения сознания паники. Создание паники. И вот здесь обычно я очень люблю вспоминать такого деятеля, как Уолтер Липман. Уолтер Липман, его книга «Общественное мнение», это Зигмунд Фрейд, «Психология масс» и Тористовский институт психологических исследований, которые еще в начале прошлого века сделали такой вывод. Террор помогает манипулировать общественным мнением. И уровень поддержания тревожности есть форма управления массами. То, что сейчас происходит, это, конечно же, психологический террор. И вот этот уровень тревожности, поднятие уровня тревожности, когда у людей отключается рациональное мышление, переходит на эмоциональное, причем снижается до уровня ребенка, вот эти вот эмоции, поиск защиты, прилинуть к какому-то защитнику. И после этого людьми с эмоционально перестроенным сознанием очень просто манипулировать. Сегодня, если посмотреть СМИ или спросить кого-то, все уже забыли о том, что произошел государственный переворот. Он произошел с введением так называемых поправок. В данный момент все обсуждают, ну не все, как бы, но люди, подвергнутые этому психологическому террору, и подверженные ему, обсуждают гречку и туалетную бумагу в магазинах. Собственно говоря, вот это и есть основная идея и цель введения паники с пандемией. Это тирановирус. Вы знаете, очень интересная такая тенденция, в основном сейчас все эксперты сводятся к одному, что больше всех очень сильно волнует в этих поправках один пункт. Какой, я думаю, вы знаете, да? О том, что можно ли, так сказать, баллотироваться будет Путину дальше. Или как опубликовала то ли Times, то ли кто-то, Putin forever. Путин навсегда? Да. Знаете, СМИ как раз российские пишут о том, что людей волнует доступность медицины. Мне кажется, то, что с медициной они настолько сделали ее доступной, что сократили на 30%, почти на 30% сокращено количество больниц и поликлиник в Москве, по крайней мере. В России, в сельских районах сокращено чуть ли не до 50%. Это к тому, какой они сделали доступной медицине. Поэтому сейчас прописывать доступность медицины, это все равно, что рассказывать вичернику о веревке. Что касается новых сроков тирана, по-другому, сложно мне его назвать, это вот мое оценочное суждение, конечно же, это абсолютно беззаконное действие. И это форма государственного переворота со стороны, конституционного государственного переворота, со стороны того субъекта, который якобы должен гарантировать был сохранность Конституции. Все, что в ней было написано, Конституция 1993 года, со всеми ее огрехами, она была полностью попрана, а сейчас абсолютно беззаконными и антиконституционными действиями были введены новые так называемые поправки, которые только усугубляют власть и не ликвидируются разделения властей окончательно. То есть, законодательная, судебная и исполнительная власть все сведены вместе, все эти пучки, и фактически находятся под полным контролем узурпатора, иначе его назвать сложно. И тогда такой у меня к вам вопрос. Ваше мнение под, так сказать, прикрытием коронавируса и всего остального, насколько власть может, как говорят сегодня, затянуть вверх по отношению к населению? Ну это, да, вот я, в общем-то, основную часть озвучил как раз в ответе на первый вопрос, потому что коронавирус, тирановирус трансформировался, это психологическая форма давления на массы с целью снижения эмоционального уровня, отключения рационального мышления, снижения эмоционального уровня, значит, террор психологический, в это время происходит захват власти. Пока люди обсуждают медицину, ну какие-то вот заболевания, и пока люди обсуждают гречку, туалетную бумагу, и прочее. Я вас понял, я вас понял. И такой у меня к вам вопрос. Как вы думаете, общество, наше общество устало от политики, или оно уже немного, ну, можно сказать, болезненно находится в состоянии болезненности в отношении ко всем этим политическим закрытым и открытым процессам? Я думаю, что так. Часть общества, конечно же, устала от политики, определенное безразличие, апатия к ней возникла, и она насаждалась, эта апатия к политике. Между тем, власть добилась удивительных, в общем-то, противоположного эффектов, того, что она хотела увидеть. Многие все-таки очнулись. Многие очнулись после омерзительной, так называемой, пенсионной реформы, то есть ограбления людей пенсионных вкладов. Фактически их украли, и после этого списали, еще пять лет украли людей жизни. Многие люди, если в начале введения, объявления об этих поправках, не понимали, как себя вести, как к ним относиться, то в последние дни буквально перед тем, как узурпатор объявил о том, что переносят сроки голосования с введением эпидемии коронавируса, то многие люди уже четко выстроили свою позицию, это бойкот. То есть отношение к действующему режиму, к узурпатору, к политической верхушке, не факт то, что это один человек, вполне возможно, что это просто шайка двойников, и оригиналов, собственно говоря, отсутствует. Люди устали от всего этого, и люди хотят перемены. Сейчас снова гоняют в какое-то средневековье, причем даже не русское средневековье, а какое-то такое западное средневековье, дикое. Обкатать новые ситуации? Обкатать новые ситуации, да. То есть это такая Путина-четовщина. Что-то вот в эту сторону они пытаются двигаться, но я думаю, что уровень доверия столь низок, что не думаю, что их долго удастся продержаться. То есть их не боятся, их даже не ненавидят, а над ними начинают смеяться. И вот это самое страшное. И без гвосслеза? Это смех сквозь оскал уже. Оскал неприязни, оскал ненависти. Ну что же, спасибо вам большое. Это было очень интересно. Мы рады будем еще с вами встретиться. Спасибо.